Девушки отдыхают А это одно из тех дней рождения, которых мы в универе с первого курса отмечаем Каждый год у нас веселье Короче, я понял Какое-то слабое было день рождения, если ты умудрился в 9 утра проснуться после этого Мы просто рано начали, рано закончили А, ну это тоже правильно, это тоже бывает Ладно, в любом случае, напоминаем вам всем, что мы по-прежнему смотрим лан-финалы iLeague 430 уже тысяч долларов США Или что-то типа того, призовой фонд Очень-очень много баблища И у нас второй раунд сетки Лузеров Играют между собой Alliance и Malaysia Определяют, кто же пройдет дальше, а кто вылетит Кроме них в турнире остались еще 4 китайских команды Те 4 китайских команды, которые напрямую были приглашены на International То есть LGD, Vici в Винерах и IG Newby в Лузерах Ну, IG Newby, это, кстати, будет следующий матч, который мы с вами будем смотреть Ну, а мы с вами смотрим Alliance Malaysia Карта под номером 3 И Alliance берут дровку Что ты думаешь про дровку после фикса? Ну, она все еще убивает и зомбаря, и Лишрака Им же всем надо в мили подойти Чтобы урон наносить И тут, понимаешь, будет какой-нибудь там визаж сверху Еще какая-нибудь гадость заедет И то есть вот бежит Undyne, ему больно Замедление, замедление, много урона Бежит Лишрак, ждать диаболики, кидать ульту Ему больно, больно Цемочка тоже лоухоповая Все вот эти герои, они должны разлетаться Вряд ли будет Undyne с Даггером Crystal Maiden Это что еще за... Это мана Я прекрасно понимаю, что это мана Но как Crystal Maiden поможет убивать дровку Ладно, она поможет стоять на линиях Это уже хорошо Возьму триплу в харду или даблу в харду к андайвенгу Если у нее будет бесконечная мана То есть заливает первым скиллом Не дает фармить, убивает Ну, в принципе, да Посмотрим, что дальше будет добирать fucking mad Походу, есть какой-то конкретный план у них Мы видим, опять-таки, баны В принципе, не меняются Висп, Nature's Profit Клокверк против команды Alliance Ну, на этот раз мы видим Queen of Pain, Draw Ranger Хотя в прошлые разы Бралась у нас Queen of Pain И... И, боже, я уже забыл, что брали вторым пиком Постоянно, ребята, из Альянса Вот это даю Ладно, бывает Что, у них там было ДК? Нет, ДК они не брали Они всегда брали первые два пика ДК, Rasta Так, ДК, Rasta У них был и... Все, Феникс Феникс, Квапа И последнее, что у них было И Чен, вот Чена брали На этот раз мы видим, Чена не берут Чена вообще нету Ни в бане, ни в пике Че-то давно такого не было Сейчас даже пойдет статистику гляну Тем более в игре команды Alliance Это вообще нонсенс Может быть... Не, ну, его надо все равно Ну, хотя с Дровкой и с Квапой Уже непонятно, надо ли его брать Как бы, если ты берешь Чена То тебе надо добирать героев Которые будут тебе помогать Толкать линии Как это было, например, на прошлой карте А тут Ancient Operation Тут Ченом вообще не пахнет Альянсы бить товара Не будут Потому что бить просто пока нечем Так что можно про Чена забыть Не будет здесь визажа Который, в принципе, не особо-то был и нужен Ну, хотя, может быть, и был бы нужен Я уже скучаю за Дровкой и визажом За тем супер-дэмэджем от визажа Хотя у визажа остается по-прежнему Вариант собирать агоним И все равно иметь огромное количество дэмэджа С трех птиц Ну, есть Дровка, нет Дровки, пофиг Ну, вот еще аппарат Ну, аппарат хорош Совсем больно будет Кому-то ворам? Нет, что-нибудь, а чуть кидаешь На Дровочку все рейнджевые Вселяются Да, людям, конечно, будет действительно больно И вот Дров рейнджер для лоды Квапа для Пайката Посмотрим, не намудрят ли они с линиями Опять-таки остается у нас еще адмирал Бульдог Который в прошлой игре Меня, если честно, удивил На Фениксе Я не думал, что Бульдожка умеет на этом герое играть в доту Ага, вот она ЦМК Фантом Лансер Окей Вот, смотри, со последних 10 игр У них было 5-6 ченов 3 фуриона И один раз был Рексар Вместо них То есть они все время идут пушить И это, наверное, будет первая игра В которую они Не пушат Ну, их будут пушить Им придется драться Их будет толкать Ну, не то, чтобы там Пушить, да Агрессировать будет Там, да, вместе с Лешаком Фантом Лансер ЦМК Это вообще понятно Как бы Фантом Лансер Здесь будет не тот Фантом Лансер Которого мы там видим иногда от Блэка Это будет такой Вичи Гейминский Фантом Лансер Такой Мхао любит играть Когда ты идешь просто и давишь Учитывая, что у тебя вечная мана Ты с ранних левелов начинаешь драться А у Альянса на данный момент Нету ни одного стана Ловить ПЛа пока нечем Абсолютно АОЕ Опять-таки не самое сильное Да, Квапа может поорать Но Все равно это не самое сильное АОЕ То Тараски пока есть чем убивать Ну, пока да Аппарата Квапа убить Ну, надо же понимать А, а вот это вот что такое Все еще рейнджевик, который пойдет в харду сейчас Его тяжело убить, потому что таргетных спилов нету То есть яндайник не попадет ничем Лишах не попадет ничем Будет бегать, бегать себе спокойно Кристалочка, если его в клубу цепляют где-то после шестого Тоже в ульту выходит, не умирает Сейчас смотри Сейчас просто берется Баунти Хантер в Малайзии И все, это победа И тут мы понимаем, что это не Ай-сай-сай Или не Фуай И тогда Баунти Хантера мы не увидим, да Не, ну может быть и не умеют играть в Доту Кто их знает Нет, ну Баунти Хантер здесь такой себе подозрительный пик Опять-таки непонятно, как будет тогда ставить линии Лишака придется кого-то в мид ставить Хотя тут Лишак и так смотрится в мид Лишак смотрится в мид Антон Харда, там была в топ И вот им кто-то нужен полезный Вот ты можешь либо в топ кого-то полезным со станом взять Либо я не знаю, что им еще нужно Боже, какой бан бруды Зачем здесь бруда? Они что думали, что это будет трипла в сложная бруда в легкую Хотя да, это был бы вариант И с брудой, кстати, в вышечке можно было бы и толкать С Лишаком, Зандаингом Было бы интересно Ну посмотрим, что доберут малайзийцы Смотрится здесь 2-2-1 То есть дабла в сложную Лишак в миде, дабла в легкую Хотя 2-2-1 мы знаем в новом патче Просто убили Изничтожили и порубили на куски И сказали Никогда, никогда, никогда Вы больше не будете играть 2-2-1 Людям И это бистмастер На этот раз от малайзийцев Для Охайо То есть это все-таки Оффлейн Хотя может быть и бистмастер Андаинг Почему? Нормально это было Или в мид бистмастер Или в мид бистмастер, да И это все варианты Выгод не очень перспективно Ну, типа да Не самый лучший вариант То в жиме личник То есть вот лайн фазу Они все проигрывают Все линии Тяжело будет лазиться Очень Ласт пик Ну, герой для Акки сейчас будет Второй саппорт Лебеля Мэда У Альянса В принципе По линиям все понятно Это Дизраптор Ну, более-менее персонаж И Фантом убивать Тоже ООЕ И не даст Уйти в ульту Ну, в иллюзии Чтобы сбросить дебафы Да, кстати Не забываем все-таки Ну, честное слово Пока выглядит очень плохо Пик у малазийцев Не знаю, как они там На линии в Сант Но Выглядит плохо Ну Черт его знает Мне вообще не нравится Ни у одних Ни у вторых пик Какая-то фигня По-моему Что-то в таком патче Вот такого мы не видим Но все-таки у малазийцев Как-то поперспективнее, что ли Хотя, да, ты прав Рейнжевой хороший дэмэдж Вивер неуловимый К дровке добираться сложно Да нет, сейчас я буду перебью тебя Они еще сейчас аппарата К виверу поставят И просто уничтожат харду Понимаешь, как выглядит вивер Под членитачем Под аурой траксы Больно Очень больно Вот Сэмочка 454 хп бежит И на первом уровне Вылетает Тычка вивера 55 Плюс 50 Че Это 100-104, по-моему Она чуть не умирает Да, то есть И 5 тычек Она умирает И как линию стоит Ладно Факенакт Решил не помогать Вводит в топ Значит проблема будет У зомби Или у бисмастера Да, зомби саппорт Ну что, ребят Начинаем смотреть С вами Третью решающую карту Этого матчапа Напомним, что Победитель этой пары Сегодня же Сегодня же В 13.00 по Москве В 13.00 по Киеву Сыграет С победителем пары IG Ньюби Именно IG Ньюби Будет Вторым матчем На нашем стриме Обязательно смотрите Ну и сегодня Еще финал Винеров будет Закрывать день Скажу сразу Я для вас буду Комментировать Только первых два матча Потом меня подменит Витя Гатхант Потому что На меня свалили Кучу обязанностей По поводу Постройки Студий Будьте не прокляты Эти квалификации Так что я только Два матча с вами побуду Дальше я думаю Витя Если он не проспит Опа Ой сейчас будет больно Джонни братан Хороший стуан От Мушин Очень ему больно И что Аки Аки умирает Но Муши тоже погиб Ну кстати Фокин Мэд тоже может умереть Фокин Мэд Еще одна тычка от Куху Будет еще дикей От Джонни сейчас Джонни до конца За Фокин Мэдом А че же развернулись то Ну Ладно Мог бы Ну Странное решение Какое-то Сейчас было От малайзийцев Могли бы Действительно до конца Идти убивать Но в итоге Не решились Ну да ладно 1-1 Да и это Трипла сложная Зомби ЦМка Фантом Лансер В миде у нас Муши на Решраке И Ахайо В легкой пинает Адмирала Бульдога Пинками На Бестмастере Вот здесь конечно Ахайо будет Нелегко стояться Хотя этот товарищ Стоять умеет И посмотрим Как тут Адмирал Бульдог Будет со своей ролью Справляться Абуманы у него хватало Ну и Эндвей пишет В твиттере У этой ЦМки Нет Арканы Вот за факт Вообще Да и слава богу Что у нее нет Арканы Меня бесит Аркана На Кристалл Мейден Я уже всем мозг проел Тем что Я ненавижу эту собачку Бегающую Она меня настолько отвлекает Просто забей Так Мэт Хорошо Дикей подвоем А Джонни Джонни побежал дальше Джонни пока правда Бестапка Поэтому Особо догонять он не может Ну и Отходит обратно Малазийцы Ну в принципе Здесь Лоду надо Как-то Малазийцам давить Хотя Учитывая Как бы То что есть Аки и Мэт Ну ты попробуй Подави Когда у тебя Три ранжевика Начнут тебе в лицо Стрелять под чилинг тач Вот смотрите Что скуху происходит А это без чилинг тач Очень больно И конечно Ставит Рокса еще Тоже важно И пока у нее Немного ловкости Немного бафает Я тут венрейта Поглядел Бестмастер 58 ЦМА 61 Андайминг 59 Лишак 58 И у ПЛа 46 Неплохо Так что ПЛ по новой мете Не тащит Остальные очень даже заходят Вот ли Глимс Вот он Глимс Ну близкий Глимс И вот поздновато Немножко навешан Сейчас Дэмэдж Куху конечно Получает очень плотно У него кстати реген Понемногу заканчивается ЦМка только чуть-чуть отошла И вообще ничего не получается У малайзийцев Ну по-моему тут альянцы Должны они эту линию выигрывать В миде Пайкат на Квапе С Лишраком Держится наравне Адмирал Бульдог Тоже держится наравне С Бестмастером То есть тут Линии не проигрывают Малайзийцы Но вот на трепле Пока все печально Закончится сейчас реген Укуху И дальше непонятно Что делать А когда еще Ахай сейчас тоже Проиграет линию В какой-то момент Биверочек забежит Даст на тебя с вором И убьет Ну посмотрим Тут ахай Это до 6 лавров Может добраться К этому моменту Что это его спасет Надо лезть Бульдога нападает То есть Очень больно Харасит По 72 140 урона Ну это да Это неприятненько Конечно Но опять армор Атакты тоже Четверть режет Ну смотри Он Кабанов Просто изничтожает Ну это да И капуста Конечно насыпется Бульдогу неплохая 16 на 0 у него Ну правда 18 на 3 у Ахай То есть Ахай тоже фармит Как бы Не особо ему Бульдог мешает Но просто у Ахай Когда появится 6 левел То Бульдога Можно и постараться Подловить Ну хотя мы видим Что у Бульдога Тоже по XP все прилично И не так легко Это будет Ну да Я согласен Что потом В лейте Конечно Бульдог будет Намного полезнее Я уже Вот ожидаю Первый его врыв Чилинг тач Он забегает И там просто Испепеляет сразу ЦМку Набрасывается на зомби Там бедному Куху тоже будет Очень-очень-очень сложно Что-то вариант Хорошее сообщение Мне в твиттере пришло Через пару часов Последний звонок А я и лигу смотрю Блин Это же на туре Это же в школах Последние звонки Где-то сейчас Как же школьникам-то хорошо Каникулы-то начинаются Завидую вам, школьники Завидую По-доброму завидую Так, ладно Хватит завидовать Надо смотреть Игру так Полетела Кто в топе нападения? Ой-ой-ой Ой-ой-ой Аки Не, ну, кстати Расхорашивает так Неплохо Аки Там залетел бы Еще какой-то Дикей Можно было бы Там с Деппельгангера Постараться догнать Ну, хотя Куда там догнать Третьего левела Фантом Лансер Куда-то там полезешь На развороте наваляет Причем очень серьезно Я просто думаю Они хорошо ставят линию И Лода ушел в лес Просто в лес Зачем? Ну, может быть Дает экспы Что Бел фармил Ну да Они просто отдали Причем Пока это выглядит так Как будто он врагам дает Ну, типа Ну, типа Если бы его Саппорты фармили Я бы еще что-то понял Ну, саппорты Что ничего не делают Лода в итоге Тупо отдает линию Неужели он решил Что в лесу Он больше денег вывезет Ну, окей Может быть Он в лесу И вылезет Больше денег Но суть-то в том Что он же отдает Абсолютно Линию Сейчас Куху И тиммейтам И еще сейчас Макфокин Мэтт стрянет Если его увидят Он, конечно За елочкой спрятался И Немножко кто-то постоит И экспу поличит Но Блин Какой-то абсолютно Нелогичный мув В общем Абсолютно Слушай Тапаки-то пошли Вот Эль Выдали еще саппортом Возможность побега Стри И Бульдог погибает Сейчас будет убивать Просто Бульдог сдох Бульдог Не прав Бульдог, короче, ждал Видел, что ТП-шится Аки Бульдог пошел ПВП-шится с Ахая Он решил, что у него Очень много хп Его убило два кабана Он просто получил роур И топоры в лицо И умер Все Что за Да, Бульдог, конечно Не прав Очень не прав Бульдог Да, непонятно И что-то делают Если честно Альянцы Ну, Аки погиб на Дизрапторе Боже, Ахая Просто двоих убил Да, он убьет Сейчас от Бульдога Забайтил Забайтил Бежит, бежит, Ахая На, ну, это, конечно, минус Суть в том, что Два фрага Так он сделал И это уже хорошо Вообще Многие Осуждали Вот это решение Команды Альянс Ехать на Айлигу Я вот Не знаю Ты как относишься Вот у пацанов Квалификации Важнейшие На носу Им играть через А то они прилетают С Айлиги Там двадцать Какого там Шестого числа И двадцать девятого Через два дня Двадцатого не вылетают То есть там прилетят они двадцать седьмого Им двадцать девятого Играть уже Важнейшие отборы На интернешнл Вот, ну, стоило ли Вот это Полета Хотя, блин Думаю, что да Бабки большие Почему бы и нет Во-первых, деньги Во-вторых, квалы Они, наверное, и так выиграют Хотя бы на второе место Хрен его знает Я вот сейчас сижу Я два дня назад прилетел И я понимаю, что Сейчас-то мне комментируется Отлично Но где-то Часа в два дня Помня себя вчерашнего Я начну умирать Мне будет хотеться спать У меня будет кружиться башка Мне будет вообще на все пофиг Тот самый джетлах От которого еще никто в мире Не научился спасаться Вот Как бы альянсы Тоже не получили Это проблема Муши в миде Горит на пайкат А пайкат на хосте Будет ли гнать муши до конца Нет, все-таки пайкат не решился Так что во время квала Мы, конечно, увидим Что будут себя представлять альянсы Да, конечно Они смотрятся явными фаворитами Ну, хрен его знает Ахайо Нарали на бульдога Бульдог успевает спрятаться Красавчик И тут Лода пришел Что здесь Лода делает? Все, 70 секунд курит Что здесь делает Лода? Я говорю Я Лода не понимаю Вот с момента Когда он пошел Кипов в лесу формить То есть, чего ради Ну, может, шестой левел Апаришин Ну, типа, быстро Ну, да Апаришин пятый уже имеет Ну Черт его знает А стоит ли того Муши в миде, кстати, погиб На тайката 7 плюс ирон Нет, ну, оно того не стоит точно Как не думая, оно того не стоит Там, кстати, бульдог, смотри, что творит Так вот Бульдожинг Просто вот я сейчас даю 14 урона есть Ты даешь Лоде Фулл-левел Он тоже берет шестой Выдает там плюс Тверок ловкости По 30 И это урона на команду Получишь у тебя и пайкат Разысили И бульдог плюс 60 урона получает Это тоже разысили Как будто бы там ульта аппарата На всех Ну, как бы да А еще если сверху будет ульта аппарата И ради этого Нет, так тогда просто У них уже мог быть шестой Лода А теперь он не шестой Ну, вот сейчас возьмет все-таки Лода свой шестой левел С фармом, конечно же, он упал на шестое место Из-за вот этих своих непонятных передвижений Похода в лес и так далее А Куху на топе вообще имеет 51 на 11 Чувствуется просто великолепно Прям Ладно, посмотрим, чем это, конечно, закончится Но пока мне кажется, что Этот фантом лансер скоро будет очень сильно проблемным для команды альянса Потому что он там уже еще тавр забирает Причем абсолютно на халяву О, боже, там Фокин Мэтт Ну, аппарат взял шестой Успел А он зачем на Т2 Летел? Куда только что два его тела Так, ульт аппарата Куху попадает И это минус Куху Доппельгангер Глимс Иди сюда Ну вот Куху убили Хорошо Адмирал Бульдог Киллинг Спри Тоже хорошо То есть в этом плане у альянсов, кажется, более-менее начинает что-то получаться У Адмирала Бульдога 90 плюс 27 От шестого левела лоды Дэмэджа хватает Ну, блин, там Охайя собрал уже первые Некра Вот-вот, дали много фарма Бисмастер соберет третий Будут проблемы большие Убивать нечем А он мешает и Виверу, и Куапе Кстати, да Быстрый третий Некра Это будет очень серьезная головная боль Ульт аппарата в мид Попадает Отлично Хорошо Охайя под Гастом Охайя нельзя ни в коем случае отпускать Есть Га Есть Глимс Охайя наорал еще на лоду Лода тоже погибает Сгорел его мушит Там проблемы также у нас У Дизраптора И в итоге драка опять-таки получается в пользу команды Малайзии Азройстер сейчас альянса проиграют Поедут домой и успеют отойти до Куэл Я не думаю, что у них билеты Что они улетят прямо сегодня, если проиграют Поменяют Ну, может быть и поменяют, да, может быть Организация не бедная Я после саммита просто под бешеным впечатлением от Лешраков с Акторин Кором Я очень надеюсь увидеть его Например, на Муши, потому что, ну, герой становится просто неубиенным Ну, конечно, не первым артефактом, там, четвертым, пятым Проблемы у него будут Ну, станчик должен он дать бульдога Ай, красава, бульдог Уворачивается, горит на него Муши И это минус Муши, право, бульдог Доминейтинг, все, жук начинает быть Надо бы просить ранее телепорт и бежать под вышку Так бы жил Ну, может быть, надеялся, что сам попадет станом Как-то там убьет этого бульдога Но у бульдога все очень хорошо У бульдога появляется Угур-клаб БКБ ли это мы увидим Скорее всего, да Я не знаю, какие-то еще есть варианты Не Сен-Жен-Яш уже собирать ему Ну, если будет быстрая БКБ у Вивера Не просто, если бы Рано бежал То под вышку он был бы Не минус там 10 армор, а минус 5 И, возможно, бы, как там подмансовал, выжил бы Смотри, сейчас будет возвращать Глимсом ку-ху Ну, блин Конечно, малайзейцы тоже такие кадры Ну, вот как так можно умирать? Ну, что ты там один делаешь вообще? Вся команда снизу Куда он пошел? Там только что убили муши Че он делает? Фиг его знает Но на месте, что аппарат хорошо контрит ПЛ Тем, что после его разделения На настоящем есть и дебаф И ты всегда знаешь, где Тот, которого надо убить Ну, да Сразу же глимсует И получается, что неплохо Так Опять ультаппарата Опять точно по Ахайо Поставили тамбу Хорошую тамбу И Пайкат с Аки Должны отсюда убегать Аки, бедный Живи, братан Да, Аки отходит Че-то разворачивается Зачем Аки-то развернулся Там Вивера просто кинули одного Вообще Пайкат В драку Нарал на муши Убил Пайкат без маны И погибает Пайкат Сэмочка Новым Годом Минандайн забирает Пайкат А что они делают Почему так много ошибок У команды А в Китае сейчас день и утро Ну, 6 часов разницы 6 по-моему Ну, не, 5, 5, да, ты прав 5 часов, ну, блин Уже обед Все-таки То есть, 2 часа дня Должны бояться Да Че за фигня Бывают просто игры, знаешь Ранним утром Часов в 9, в 10 Ну, да, да, да Когда тебе очень грустно вставать Плохо играешь То есть, 2 часа дня Звучит, как будто Они уже готовы Когда люди выглядят Так себе, скажем так Да, играет так себе Ну, погляди Может быть, раздупляться У Муши тем временем Появился Пойнт Бустер Муши начинает Свой путь к Соул Бустеру Ну, конечно Сначала он сделает себе Бладстоуна Потом уже будет, конечно Клепать что-то другое Сомневаюсь Что Муши Сразу Будет принимать Какие-то радикальные меры У Кухуна Фантом Лансере Восьмой левел Барабаны на подходе Есть ПТ-шка Есть Рингов Аквила Статовый такой товарищ У нас получается У Охайо Некро 2 Имеет с 1000 колды До Некро 3 Факинг Мэтт Начал собирать себе Аганим Неплохо На Паришине Пока Факинг Мэтт Дает хорошие ульты Да и вообще Все делает очень-очень неплохо Ну, у Лоды Все печально Смог от малайзийцев Не знает об этом альянсе Так, ты тоже Может быть Не Аганим А тоже БКБ делает Ну... Просто если он собирает БКБ Это минус Лишачок Минус СМ Минус Зомби Ну, типа да И все живут То есть им собрать Ну, ты, конечно Соберет он БКБ Но ХП-то у него Но ХП-то все равно Будет мало, правильно? Так Бульдог И просветочка На... Боже, какой там Ренч Бульдог Успеет Лизу Ну, конечно же Конечно же успеет И Бульдог Спокойно убегает Все битые малайзийцы Убьет всех Ахая погиб Надо убивать еще ЦМку Которая тут вместе С Некрами тусуется Ну, а Муши вообще Что-то Вообще не обратили внимания На потерю бойца Просто пошли дальше в пуш Ну, окей Типа потеряли Отлично Дизраптор погиб Что вообще? Где он погиб? Некра убил зачем-то А-а Некра убил красного Это гениально просто Думаю, боже, кого, как, что Неужели кабаном каким-то Ну, как так, ладно Тавр упал И Дизраптор погиб На ровном месте И мы видим, что Кале пишет Адмирал Бульдог И Муши палится Что у него нету Компендиума У Муши нет компендиума А так же, как у Супера Из Вичи Гейминг Нет компендиума Некра убил И Тью-Семечки нет аркана Ничего нету Ничего нету Тут, 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 тут Тут, тут 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 Ну, ждем, ждем Пока реконектится у нас Ахайо Может тебе по какую-нибудь статистику глянуть Заказывай Ну, что угодно Смотри Вот, что угодно Мне интересует, например, винрейт этого Винрейт Лишака в 6.84 Это можно как-то посмотреть Мне очень нравится Лишак Мне кажется, что я надо 58.6 Ну, так это много До ценки 61 Например Сколько? Откуда столько? 61 Блэйт соточка Один раз победил Элдер Титан соточка Один раз в пикере победил О, боже, Элдер Титана взяли Веник в 83 Да Веник в 83 Это 5 из 6 Даже могу сказать, где Сайс На Айлиге же взял О, боже Это, наверное, первые два дня Я уже говорил, что я летел в самолете Не мог посмотреть матч Я только результаты знаю Вот, ну, Веник в 83 Но 6 раз пикали 5 раз победил А Ландруид, Ландруид Алхимик 71 Пугна 71 Кстати, вот Алхимик 43 43, Ландруид Ну вот Из тех матчей, которые я комментировал 0 Тихантер 64 Вот, хорош Шалду Шаман Легионка 62 Кристалка ЦМ 61 Ликан Нага Бадон Хускар У меня Найт 60 Остальные меньше Хороший набор такой героев У которых Огромный винрейт Из них стоит отметить героя Который его сегодня Во всех трех матчах Не был ни в бане Ни в пике Это Алхимик Я не понимаю Почему он ни в бане Ни в пике Я просто не понимаю Сегодня будет играть Вичи Гейминг Вечером Вы увидите Что он будет Либо первым баном Либо сразу в пике Потому что Этот товарищ Наваливает Ой-ой-ой Ладно Продолжается На нем играл Хао Дитя Ну вот Му Мэйби Дитя И Банана Сленджама То есть Вот эти ребята Играют Но Хао Красавчик Некоторые другие Китайские команды А вот Мэйби Я не видел На нем А вот Хао Я видел Хао Супера Я видел Из Вичи Гейминг Когда он в мид Ходил им Или там Хао Ходил Ну суть в том Что Вичи Гейминг Умеют им играть Очень хорошо Умеют им играть Ладно 10 на 8 В счет Портзю Альянс Продолжается У нас Третья карта По деньгам Очень все ровно У Альянс 300 голды Превышенно Но 4000 Экспириенс Они ведут Ну и Адмирал Бульдог Как вы видите По нетворцу Имеет почти 7000 нетворца На 500 Больше чем у Муши Там дальше идет У нас Пайкат Ну и вот Ахай Только что обошел Пайкат А у Ахай 150 голды До Полуявления Третьих Некрономиконов Которые Мы уже видели Вторые Некрономиконы Являются проблемой Для разных товарищей Типа Аки Которые Об них убиваются А вот Третьи Некрономиконы Во-первых Будут 150 голды Они снимаются Ну вот Да-да-да Это же Очень много денег Ты че Проблема будет У Бульдога Замечу Что вот Как сейчас Дают за саппортов По 130 голды То иногда Лучше бить Некра Чем героя И самому Умереть Ну это Второй уже вопрос Не рассчитал Может ХП Может Кабан Не пустил Может быть Ладно 10 на 8 Счет Альянсы Ведут Успокоилась Немножечко Игра 1400 голды У Ancient Operation От Факинг Мэда Смотрим Пойдет ли он За поинт бустером Или же действительно Это будет Блэк Кинг Бар Я все-таки Склоняюсь В сторону Аганима И вот он идет И да Это Аганим будет И это будет Довольно ранний Аганим без Мекки И это будет Хороший Аганим Очень даже В тему Ну а у лоды Яша У бульдога БКБ через 300 Вообще Скуху Ты видел Что сделал В топе Не не видел До пилиган На него нападает Дезераптор Кидает Да Да Сандер Старай Кидает Потом Глимсует Коет А Дезераптор Уже все проставил И ульту И кинать их филд Слабачок Акке В итоге в миде Только что вы видели Был лода Умер он В мгновение ока Думаю он сам Не успел заметить Как он быстро умер ХП у дроуки Очень мало И после рора Третий некрай Или шрак Просто разрывает Это дроу рейнджер На запчасти Ну вот он Джонни Тамбай снизу И пайкату Не стоит На Джонни Баковать Потому что Восьмого левела Андайинг Такой товарищ Которого не очень легко Убить Тем более Под четвертой Тамбой Не качает Андайинг Ультимейт На восьмом левеле Вот Как ты считаешь Правильно это Или нет Увеличение урона 20% Все еще Хорошая штука Может ее брать Мне просто очень нравится Его ультимейт Видишь там Минимальный 1 Минимальный 20 Из-за того что Сделали единичку А не 5% Может быть Считают что Можно и без него Некоторое время Походить Но все таки На девятом взял Молодец Хотел раннюю тамбу Макшеную Хотел Солу рипу Много хилить У них же Вишсамонов То есть Кабан Птица Некра Вызывают всякого Пээлов много То есть у него Солу рип рана Начинает Много целей захватывать Типа Может Сильно Себя усиливать Ну это в принципе Хорошая идея Ладно Два БКБ появляются Одновременно У Муши И у Пайката Муши мы видим Купил себе Пойнт Буйстер Не стал выходить Ни в какой Бладстоун Сразу же Сделал У нас Блэкинг Бар Себе Чтобы быть живее То же самое Сделал Пайкат Верное решение От одного И от второго Я считаю Но вот просто Против Пайката Если есть с чем Бороться То против Муши В БКБ Бороться нечем Вивир по членитачу Ну да Они все еще могут Бить рукой Бить рукой Они просто не хотят Вот он Глимц Опять таки После ульта Муши Муши очень жирные Уже не стоит забывать Все таки 1200 хп Это тоже немало И не так легко Его развалить И тут кстати В бочину уже бежит Охай Охай Есть Роу Есть Некра Надо разбегаться Отсюда Так Адмирал Бульдог Видит Куху в лесах И кто за кем-то Черт его знает Кто тут будет сильнее Ну вот да Под сформом Будет сильнее Бульдог Это однозначно Куху пытается Разбить сформ Кстати он сейчас умрет Сейчас Квапа прыгнет И убьет его Нет Квапа поздновато Прыгнула И в Доппельгангер Куху уходит Не поймали его Долго думал Байкат Теперь им надо Уходить отсюда А нету БКБ У Квапа телепорта Вот принес курьер Только что И наверное успевает Спокойно Байкат ушел Т2 Тут раз Некра вызвали Да Альянсам дефить В принципе нечем Лода далековато Но Лода ничего здесь не сделает Лоде надо клепать Какой-то БКБ Или ну Сенжиньяшу Там скорее всего Доделывает Чтобы быть плотнее Тавр конечно падает Очень быстро Четвертые Диаболики Третий Некра Куча иллюзий Тут Ну Тавр отбить Конечно фактически Нереально Ну и это уже Шестой Тавр Для Малайзии Альянсы В это же время Убили только один И малайзийцы Ведут всего полторы тысячи голды И при этом перевес по голде Полторы Да А теперь после Рошана И около 500 будет Ну мне кажется Альянс это впереди В этом матче То есть как-то странно Да Согласен Выходит что так У них большой запас На будущее припрятан И они уже не проиграют По голде Как так могло получиться Вроде бы бегали Вроде умирали Там мышки отдают А вот так Да Как-то очень странно Все хорошо И что дальше А это не кстати Что дальше Это важно Это важен даггер Это возможность Фактически 100% фрага На любом герое Если это там Не вивер Потому что вивер Я думаю Все-таки успеет Хотя может и вивер Даже не успеет Тоже не самый жирный герой Да Есть там лапс Но опять-таки Герой-то не самый жирный Так Миди Попытки что-то придумать Малазийцы Подтягивается к ним Также Куху У Куху Кстати скоро появится У нас Дефьюжу Блейд Ну а что Малазийцы на Т3 Решили зайти И как раз появляется Аганим На 22-й минуте У Апаришна Появляется Аганим Шикарно Не зайдут Там Аегис Там Или Фарма Уже есть чем Отстреливаться Из аппарата Надо им где-то Кого-то ловить Сначала В смоках Аккуратно Только после этого 4 в 5 3 в 5 Заходите Да и то Не факт Что получится Поймать Кого-то Очень сложно Скорее Уже Альянсы Будут ловить Альянсы Тоже Очень Наглые Уже Так Пайкат БКБ Есть Скоро Начнет Собирать Какие-то Более полезные Для драки Артефакты Чтобы И демэж Наносить Пайкат Держится На 5 Месте Компанет Ворс Его уже Даже Лода Обогнал Куху Шестой На этом Фантом Лайнсере Это очень Плохой Фантом Лайнсер Фантом Лайнсер Который Не на первом Месте Это в принципе Очень плохой Фантом Лайнсер Они говорят Что Хуху Плохой Герой Плохой Просто Вот Они Диффуза На 23 Диффуза Собрал На 23 Это очень Долго Ну Нормально Все Смотри Сейчас И Глимс Помуше И Муши Погиб Там Тем Ренем На Рали У нас На Факинг Мэда Факимет тоже погибает Муши по-прежнему жив, БКВ пытается уйти Цемка поймала Аки, Некра расстреливает Аки очень серьезно Новый год сбивается, Аки тоже умирает И это пока 2 в 0 Там развалили все-таки филетового оленя Но били его очень-очень долго Цемку тоже убили Адмирал Бульдог отсюда уходит И драка заканчивается 2 в 2 Причем в плюс для Альянс Потому что убили они Все-таки важного героя Убили лишь така, но Бульдога тут не поймать Ну на итоге бой Больше денег получили, больше экспы Пусть не сильно И главное то, что Бестмастер забрал деньги с одной стороны А тут так вивер-клопа То есть получили за саппортов важных героев, типа Муши Да Ну и 12-11 25-ая минута Продолжают малазийцы нагло вываливаться На сторону команды Альянс Через речку переваливают Альянс пока играет исключительно от защиты Они не готовы еще что-либо делать Ну в принципе Окей В принципе вот дровка 16-й левел Скоро будет иметь Станет еще немножечко жирнее Дровка Сибакаба все-таки вынесла Не Сенжин Яша Это ничего другого Это просто сразу Блэкинг Бар Очень хороший выбор опять-таки Ты уже говорил почему Ну давай Сейчас вот только что Муши бегал в БКБ И насколько оно ему помогло Так смотри Врыв Нарали на Пайката Пайкат успеет ли выжить? Конечно успеет выжить Пайкат хотя стан от Муши Ого Это минус Пайката Это минус Аки Слушай а у них нету Пайбэков Адмирал Бульдог бегает здесь в БКБ в инвизе Видит его хорошо Есть у него таймласс Поэтому бить Адмирала Бульдога нет смысла А Т3-то как разваливается Третий Некра Кабан и так далее Бьют очень больно Адмирал Бульдог то без маны Осторожнее Надо бить Бульдогу И Бараки начинает бить куху Как-то очень глупо то получается Все для Альянс У Муши Пошли новые Диаболики Сбили Аэгис Бульдогу на ровном месте Есть ТП сюда Падает Барак Второй Ну и как-то очень-очень глупо то Для Альянс все получилось Все было хорошо-хорошо А тут внезапно их вот так вот развалили Джонни должен погибать Ну хотя тут ты смотри что творит с Лодой Ты смотри что с Лодой творит куху Мама дорогая Проблемы также у Факинг Мэда Куху за ним погнался А Факинг Мэд пытается сделать ТП-аут И успевает Такие сделать ТП-аут Там убили зомби ЦМка раскистовала Новый Год Дроу Ренджер сделала байбэк И в итоге уходит отсюда куху Уходит отсюда ухая Все уходят Лода сделал байбэк Убили зомби Убили опять-таки Аки Малазийцы Зарабатывают огромное количество денег Просто огромнейшее сейчас Да они выходят вперед По деньгам По XP они проигрывали 7000 XP в лол 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 Как это вообще происходит Все вот видишь Сноуганг Убили быстро Квапу И дальше без нее драки нет Что сел убегать И смогли убить Да и очень похожая игра Получилась На первую карту Очень похожая получилась Момент Там тоже было Более-менее все нормально Нормально Был план у Альянсов А потом просто-напросто Напали Убили лоду У которого не оказалось Байбэка И снесли полторы стороны Без лоды На двадцатой минуте И все А дальше уже играть Не было смысла Интересный поворот Здесь в топе Муша будет умирать Ну есть у нее конечно БКБ Или не будет Смотри-ка Вовремя ушел Как будто прочувствовал Что-то не так А там минус Дизраптор Очередной раз Ставил ворды Разбили Дизраптор Разбили ворды Ну и надо идти добивать Барак по миду Надо бежать Добивать Добивать этот барак Там стоят центрики Так что дефить его Не будут Если кто-то И зайдет Тот же адмирал Бульдог Напоминаем Теперь-то он без Аэгиса И моната у него Теперь быстро заканчивается Все-таки третий Некра Диффуза Ну и вот Начинают бить бараки Некра на Некрачи И ультапарата Конечно залетает Ультапарата Опять-таки Неплохой Но барак тут А дефить не получится Муша зачем-то прожил бы КБ С перепугу барак убили Уйти Все Четко И хорошо Ну то о чем ты говорил Да Быстро кого-то цепануть Снести Цепанули двоих снесли Цепанули одного снесли В следующий раз Отошли Может быть смог от кулдаунницы Зашли в смок Опять кого-то убили Зашли Начать 0-3 тавер Малайзицы очень четко играют А Альянсов Походу жаль Походу Альянсы Приплыли Единственной их победой Будет победа над легендарной командой Energy Pacemaker Что ли Это такой себе результат И очень много будет разговоров По поводу того Еще не все потеряно Ну да Еще не все потеряно Конечно Но если проиграют То я уверен Что разговоров будет Очень много Перед квалификацией Какой-то например Условный Маг Или условный Например Дредд Сидит Смотрит Эти альянсы Они там только Energy Pacemaker Смогли выиграть Мы их на квалах Этих альянсов Так вот Ну В первую очередь С альянсами Должны думать Как играть Именно ребята Из Power Rangers Потому что Напомню Что Power Rangers Это единственная команда В группе The Alliance Кроме них Там Нипы Burden United И еще кто-то И еще кто-то И эти И финны Финны Франчерс Такая вот группа Команды Альянс На квалификациях Напомним Первое Второе место Из этой группы Проходит в плей-офф Где уже будет решаться Кто поедет В Сиэтл И кого бы ты Из Европы брал Из этих всех Я против Я против логики Я против логики Думаю Я взял Hellraisers И Na'Vi А альянсов И Нипов Третьими Четвертыми Ага Это да Ну то есть Альянсы Да Альянсы хорошие Они из этой группы Выйдут Но опять таки Вот может пойти Что-то не так Они могут просто Не взять Чена Почему они не взяли Чена В этой игре Почему Берите играйте В свою игру Что же вы блин Думаете Это ну такое Посмотрим Как оно будет на квалах Опять таки Все команды Сейчас тренируются Na'Vi уже Четыре дня в Киеве На буткемпе И буткемп серьезный Потому что мы Два дня назад Хаэры на буткемпе Давно сидят Хаэры на буткемпе А буткемп у Na'Vi серьезный И у хаэра Тем что два дня назад Мы прилетели И мы просто-напросто Засели в нашу любимую кафешку Под названием Катюша И звали хвоста В гости Хорошая компания Сидели Хвост сказал Нет ребята Я не могу Мы тренируемся И это значит Что у Na'Vi Действительно серьезный буткемп У Ашэров Тоже понятное дело Они в аренке сидят И будут сидеть Еще очень долго Так что Готовятся наши команды Ну и конечно Многие Тот же НС Да Уши всем прожужжал По поводу Веги В последнее время Вега очень сильна Невероятно просто сильна Посмотрим Интересно будет Вот Hellraiser С Na'Vi И Вега Это конечно Очень крутой набор команд Да в этой группе London Conspiracy Yellow Submarine Смотрятся такими Темными лошадками Если в ЛЦ Я вообще не верю Я думаю Они там всем проиграют То Yellow Submarine Могут кого-то удивить Ну пока в игре Ничего не происходит Можно про каналы Действительно могут 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 Они неплохи Муши Пошел в инвизе Кого-то из ПГГшка уже удивился Да Того что они вышли Да и не только ПГГшка удивился Много кто удивился Бульдог Станчик по нему Линку сбили Горят на бульдога И Муши уходят Отсюда Так Там есть какой-то Глимс Непонятный Кого там глимсовали Муши с места на место Глимсовали что ли Ну и приплыв Аки Или иллюзия Пытается конечно уйти Но тут Аки Никто не отпустит Он Потратил еще Ультимейт зачем-то Зачем ты ультимейт Тратишь Аки Ты же полторы минуты Кулдаун Ну Кстати опять убили Опять зайдут Я уже знаю чем закончится Мы в размин Альянсы Альянсом А стоит ли им дефиться Смогут они отбиться Или нет Если даже будут стараться Да конечно стоит Лол Ульта аппарата Все еще есть Ульта аппарата Ульта КВП Минус саппорты После этого Пытаться драться Ну вот Глимс потрачен Разбежались Малазийцы Продолжает гореть Муши Закончился Диаболик Можно отойти Через 10 секунд Будет новый Куху Пока так не спеша Давит Ну хотя мы видим На лоду бросил иллюзии Сразу неприятно Некра побежали На фокинг мэда Фокинг мэда Тупо нету маны Ни на что Большой час умрет Просто Он чуть не умер От некров Фокинг мэда Вот это да И охая Нарал на бульдога Бульдога Если убьют бульдога Сейчас будут огромные неприятности Бульдог погибает Есть байбек Надо выкупаться Бульдог выкупился Пайкат Прыгнул в драку Муши Муши тусуются здесь В толпе Никого не убили Потеряли тамбу Адмирал бульдог С Муши до конца Решил подраться Муши по прежнему жив У него по прежнему Не прожата БКБ У него есть Аэгис Мы прекрасно понимаем Что лучше бы его не убивали Потому что он сейчас фуловый Появится Проблемы огромные Лода в таверне Факинг мэд в таверне Лишрак появился И что делать Альянсом Я не знаю Нету лоды минуту Нету Апаришина минуту Муши фулл мана Укуху Все хорошо ЦМ Пытались как-то там Законтролить Ну Адмирал бульдог Будет тут конечно Развлекать Выигрывать время Но Это минус две стороны А таташечки бульдог лучше всех отыграл сегодня но на фениксе что да к бульдогу каких-то там проблем нету скажем так но есть сам саппорт и не знаю забегают все время куда-то не туда умирают то есть толкаем свардов где-то там в миду или на руне если они сидят на базе все равно да не веселый момент получился сейчас но ничего еще не потеряно что еще не потеряно и я уверен что альянсы будут бороться до конца ну что на топе смогут ли альянс что-то придумать или опять-таки сейчас будет вот такое медленное медленное медленные медленные попытки зайти на солар крест появляется который сейчас будет вешаться либо на мужа либо еще лучше на куху который будет впрыгивать неприятно ой-ой драка драка и кстати хорошо нападают новый год цемки лода умер на идея была неплохо но двое умерли очень быстро муши только сейчас скопытился это уже минус 3 адмирал бульдог без маны погибает это минус 4 байбек есть только у дизраптора ну и пайкат единственный в живых против троих придется ему сейчас дейфится муши уже на базе ловит пайката сбили ему линку пайкат без маны и таверну отправляется пиджей байбек только у него есть но это ггвп обидно досадно но минус 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 что шутки малайзии выходят в лан финалы совсем в лан финал топ-4 входит малайзия через три часа через один матч будут они играть с победителем пары айджи против ньюби сетку я вам сейчас постараюсь показать если она у меня сработает с работой у меня сетка сетка чё ты не работаешь ладно не хочет у меня сетка работать прям вообще ни в какую говорит не буду работать ну и да ладно не сильно это надо было 2-1 2-1 альянсы покидают бесславно покидают турнир выиграв всего одну в одном матче у команды энерджи пейсмейкер пятки явно не у самой лучшей команды мира ну блин как есть так есть могло быть и хуже так у меня чуть подвис эксплит не знаю слышите ли вы меня все еще ты-то мне слышишь я-то тебя слышу так вот все развис у меня эксплит кажись жалко альянсов у них между прочим четвертое количество побед на ивентах вообще с нами первое 33 ивента первое место империя 29 и г 23 и альянс 20 сильно и много но тут мы видим не пошло скажем так причем серьезно так не пошло у команды альянс на этом турнире и опять таки как я уже говорил да будет много обсуждений того стоило ли сюда ехать не стоило ли сюда ехать правильное ли было решение неправильное ли было решение ну это это все лирика мы же с вами сейчас уходим на перерыв я сейчас постараюсь поставить вам в титрах следующий матч играть между собой напомню будут айджи ньюби эта игра должна начаться приблизительно через 15-17 минут где-то типа того ну зная китайцы зная то как у них там идут пересадки может это затянуться и на дольшее время скажем так а так что уж не обессудьте если вдруг затянется это на дольшее время может что у меня происходит с сплитом сплит успокойся остынь ладно мы с вами уходим на паузу и вернемся через опять-таки 15-20 минут на матч айджи ньюби не уходить и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует...